В этом реально очень активное участие, как говорится. С самого детства, наверное, пока ребята там машинками интересовались, мне нравилось там с определенной группой своих людей бегать с палками, военушки во дворе играть. Мне нравилось все, что с этим связано. Были планы поступать в Харьковское после девятого класса, в Кодецкий корпус какой-то. И потом это все случилось, и планы пошли не по планам. Я не выезжал никуда с города, то есть в подвалах сидел. Ну, я с пригорода Донецка, с города другого, с Зугресса. Иловайск, знаете, там же котел был Иловайск, и вот Зугресс недалеко, вот как раз Иловайск находится, тоже по городу пришлось. То есть у нас там трагедия такая, но всю жизнь запомнил. У нас пляж есть детский, когда еще самолеты залетали сушные. Облетел вокруг города кассетными бомбами, тогда я прямо на пляж. Там 13 детей это погибло. Смотрю на все это и понимаю, что надо что-то как-то реально думать, что-то делать. И однажды случайно наткнулся просто, что у нас открывается военное училище. Ну, все, родители перед фактом поставил, как бы поехал сдавать экзамены туда. Там школа выживания была довольно-таки серьезная. Я рад, что, наверное, все-таки туда пошел учиться. Ну, понимал, что рано или поздно что-то начнется. И вот оно случилось. Произошло. В 22-м году. В феврале. В ноябре получил ранение. Ну, там такая, можно сказать, мясорубка получилась, блин. И арта, и звушка выезжала, и танчик. Все подряд по нам работало. Я не услышал звука, слышал только уже рядышком. Хлопок, земля, гарь. И товарищ кричит рука. Я хотел потянуться и слышал, что у меня на ноге такое жжение. Я пытаюсь ногой, а она мне не шевелится. Пацаны подбежали, вкололи тройник, промедол. Потом начали вытаскивать уже. А на точку эвакуации тащили взятые в плен, мои друзья. Я всю жизнь запомню. Мужику 57 лет, глаза такие голубые. И два пацана по 34. Один из них потом таким серьезным нациком оказался. Там наколки были все. То есть какие-то надписи на немецком. Я вообще офигел от этого. Реально, я когда смотришь новости, читаю. Это одно. А когда это вижу, это... Это вообще. В натуре серьезно, такие повернутые. Это реально капец. У них же даже какие-то определенные заведения. Есть где коктейли называют. Что-то убей русню или что-то такое. Попей кровь русского. Промыты у них мозги, наверное, у поколения, которое сейчас растет. Может, там бабушки, дедушки еще что-то как-то понимают. А вот эти молодые, которые подростки растут, им уже голову промыли. Так что бороться с этим долго еще придется. Поэтому будем принимать активное участие.